Добрый день, уважаемые телезрители Живого Телевидения! Сегодня в программе «Букинг» я с удовольствием представляю вам Александра Воловика, поэта и замечательного сатирика. Прежде чем мы начнем передачу, я хочу несколько слов сказать о этом странном и постепенно исчезавшем из виду русской литературы жанру сатиры. Которые нам известны еще от Кантемира и Минаева, и были такие первые сатирические, которые создавал Саша Черный. И в общем сатириков было достаточно много. Но сейчас под сатириками начали понимать юмористов, которые смешат людей. Хотя сатира сама по себе не исчезла. Даже напротив, сатира достигла своих в лице творений Александра Воловика, мне кажется, она достигла своих небывалых высот. И я хочу вам представить современного русского ювенала, именно ювенала, а не Марциала, который писал, эпиграммы. И вот ювенал он творил на переломе тысячелетий, можно сказать. И вот в это время римская культура, она переходила от высокого письменного стиля, от высокого письменного стиля, где были такие звезды, как Вергилий, который считается непререкаемым литературным авторитетом. Когда она переходила к определенному упадку письменности, и самое главное, к упадку нравов. Вот нечто подобное мы наблюдаем и в наше время. Мы опять находимся на переломе тысячелетий, и сатирик не может существовать, когда нет предмета сатиры. И именно поэтому возвыситься сатирик может только тогда, как мне кажется, когда есть сам этот предмет, когда существует резкий, очевидный совершенно упадок нравов, цинизм и другие антиобщественные, я бы сказал, проявления, которые сопровождают вот такие переходные периоды. И у нас, между прочим, очень серьезно говорят о том, что исчезает письменная культура. То же самое было и в этот период в Римской империи. И постоянно идут разговоры об умирании языков, самых разных языков. И вот в это время являетесь вы со своим творчеством. Сатирики поздно приходят в литературу, в большую, по той причине, что, видимо, нужно отнаблюдать этот процесс, который происходит, понять очень многое в нем, и после этого как-то представить это в виде сатиры. Что вы сами думаете о сатирике? Ну, сатиры – это очень достойная вещь, но я себя не считаю чистым сатириком, в общем. Я думаю, что это я такой лирик. У меня много, как мне кажется, лирических произведений. Ну, вот, например, я могу прочитать прямо сразу. Ну, конечно. Январский вечер, но почти весна, не девяностых, нет, восьмидесятых. И молодость еще почти видна, она как звезды светит, да не взять их. Но молодость еще почти слышна, почти что ощутима, точно запах, который во флакон надежный заперт и рвется в щелку, но почти весна. Да, вершись игра, пиши, моя контора, еще провала не видать почти, где пагубные ящики Пандоры распилят надо мною скрипачи. Но жуток перечень грядущих дел и бед, гляжу, копеечка, а это белый свет. Да, белый свет, копеечка. Вы часто вообще пользуетесь всевозможными фразеологизмами, пословицами, такими, казалось бы, избитыми выражениями в совершенно необычном контексте, как мне кажется. Так вот, все-таки, несмотря на то, что вы сказали про лиризм свой, мне кажется, что серьезный сатирик вот такого, что ли, национального масштаба, он не может обходиться без лиризма. Иначе, ну, на каком фоне будет звучать, это будет просто сухое высказывание. И поэтому, мне кажется, одно другому никак не противоречит. Не должно мешать. А можете вы что-то прочесть вот из такого из ярко-сатирического? Из ярко-сатирического? Да. Ну, вот, было стихотворение. Тут у меня есть такая целая, целый, как бы, раздел целый в книжке моей. Вот у меня книжка такая вышла два года назад под названием «Договоримся о воздухе». Вот, тут такой есть раздел под названием «Карнавал». И тут вот, ну, вот, скажем, ну, не знаю, вопросы к правящим классам. Вот такая была. Но это все написано во время перестройки, поэтому, как бы, сейчас, может быть, не так актуально. Я не допускаю недоплаты в кассу, не плююсь в окошко, пользуюсь платком и спрошу вас прямо, правящие классы, разве не мечтали вы обо мне таком? Верю в вашей правде и труду лихому, BBC глушил бы собственной рукой. Ну, скажите честно, что же мне такому памятник при жизни не светит? Никакой? Да, вот, знаете, это очень интересно. Я когда читал эту книгу, а здесь собрано многое из вашего многолетнего творчества, то я обратил внимание на ту особенность, которая не была свойственна Ювеналу, Марциалу и прочим сатирикам перелома тысячелетия, когда начиналось вот новое время наше. Дело в том, что они, несмотря на то, что в то время император Вимский не был особенно щедр, он очень любил восхваление и требовал, чтобы его называли богом, но он в это время, как сказать, он допускал к себе вообще, сатириков и лириков тоже допускал к себе, он особо за ними не ухаживал, особо им ничего не дарил, но тем не менее он с ними лично общался. Ну вот, сейчас такого практически не происходит. Мы видим, что с представителями власти общаются в основном из литературных кругов, в основном представители массовой культуры. А те, кто занимается серьезным творчеством, они не находятся в поле внимания власть-придержащих. И поэтому вот я обратил внимание на некую особенность вашего сатирического дарования. Вы, в отличие от тех сатириков, которые, будучи при власти, они так или иначе отражали нечто, что происходило в государственном масштабе. Вы же обернули всю сатиру как бы на себя. Вы являетесь главным героем своей собственной сатиры. Ну да. Можно так сказать? Я не люблю никого обижать, поэтому, когда я хочу сказать о ком-то плохом, я как бы от собственного лица это говорю. Ну, не обязательно это лично ко мне, но как бы от первого лица. Ну да, вы как вот такой типичный человек в это время, получается. Ну, такой подход был у многих вообще авторов, например, у Галича. Ну да, но Галич, его нельзя назвать все-таки сатириком. Как это нельзя? Тоже он, конечно, сатирик. Ну не поэт. Вы считаете поэту. Но я вижу, судя по тем посвящениям, которые у вас были, в том числе и Галича. Простите что-нибудь еще. Ну, значит, вот в этой книжке я тоже разделил несколько разделов. Значит, вот первый раздел называется «Гелиотроп и купорос». Это цитата из одного из стихотворений. Я хотел как бы подчеркнуть этим, что сюда собраны стихи, но в каком-то смысле как бы, ну, какие-то несколько парадоксальные, какие-то не очень, ну, в общем, я лучше прочитаю. Вот, например, такое стихотворение «Подумаешь», «Бином Ньютона» называется, с эпиграфами с блока. Взгляд обольстительной кретинки светился, как ацетилен. Ищу сюжет, не глядя на реальность. Что жизнь, игры в мозаику расклад. А прикуп многократно огорчал нас, не глядя, я швырну его назад. Вот, например, с ордынки на Тверскую, идя, зачем, ну, скажем, за вином. Я встретил бабу страшную такую, что позабыл, как разложить вином. Она несла цыпленка-расчлененку. Пакет прозрачный был красноречив. В ее мозгу уже кипел бульон, как в моем бурлит из букв речитатив. Мы встретились, как трое те у блока, ацетилен, матрос и керосин. Но только в соответствии с эпохой был я, не обольстительный кретин. Чеканья шаг и ПДД наруша. Она была, как видно, ценный кадр и ножки, именуемые Буша. В пакете исполняли данс макабр. У туалета платного кабины она своей тряхнула стариной. В испуге разлетелись воробьи на другие крыши. Кошки стороной кабину обегали и мяучи. Неслись, что называется, стримглав. По небу грузно проносилась туча. В собор стоял недвижен многоглав. Я тоже встал, роняя в страхе зонтик. Но падая, он в воздухе увяз. Я вспомнил старый фильм, да-да, Висконти, которого не видел, отродясь. Но вот мы разошлись и посветлело. Мне показалось, вновь я молодой. К стиху рвалась душа и к телу тело. И из толчка запахло резидой. Мы разминулись, словно два трамвая. Была та встреча роковая? Нет. Я просто за веном шел, вспоминая бинамиальный коэффициент. Да, вот в ваших сатирах и в лирических стихах чувствуется везде ваша профессия. Как я понимаю, вы программист? Ну, я окончил мехмат в свое время, пока я втриал алгебры, а не программистом. Но работал я программистом, сейчас я не программирую. Ну, с компьютером все равно связан. Да, но вот ведь нашего возраста людей, а вы немножко старше меня, их достаточно мало, тех, кто вообще прикасается к клавиатуре и что-то там такое нажимает. Я нажимаю. Я понимаю, что вы наживаете. Вот скажите, поскольку вы нажимаете, вы, наверное, входите в интернет и тоже пытаетесь найти что-то там родственное. Да, ну, я вообще-то нашел родственное, мои стихи находятся на нескольких сайтах, основной из них для меня это сайт поэзия.ру. Там большая подборка, больше 200 стихотворений, которые я там поместил, и время от времени я помещаю там новые. Ну, есть еще и другие сайты, был очень хороший сайт облако, но, к сожалению, сейчас его нет. Стихи.ру. Да, вы знаете, я немножко не так тогда задам вопрос. Это так, как вас воспринимает интернет. Интересно, что вы из него воспринимаете? Ну, вот у вас, наверное, есть какие-то предпочтения литературные. Вы кого-то любите из древних авторов, современных авторов, может быть, об этом скажете несколько слов. Ну, я очень многих люблю, с одной стороны, с другой стороны. Я многих, наверное, и не знаю, которых мог бы и любить. Да, ну, это естественно. А вот, когда вы входите в интернет, вы находите там какой-то отклик того, что вы хотели бы читать, и что вам нравится? Ну, я еще там иногда попадаются, конечно, стихи интересные. И вы говорите о стихах. Я говорю о стихах, я об авторах. Ну, есть много, в общем, очень интересных людей. На нашем сайте поэзи.ру, я думаю, безусловной звездой является Александр Кабанов из Киева, Элла Крылова тоже замечательная поэтесса, Московская и Питерская. Ну, еще есть целый ряд, в общем, замечательных авторов. Которые вызывают у вас интересы, вы это читаете, да? Да, безусловно. А скажите, у вас возникает какая-то связь с этими авторами, когда при чтении и в дальнейшем в жизни просто? В жизни я с многими знаком, этими людьми. А в... ну, как, ну, там эпиграф я иногда брал. Вот из Кабана у меня есть эпиграф. А они к вам как относятся, когда вы с ними знакомитесь? Они... вы вызываете у них интерес со своей страной? Ну, наверное, это надо у них лучше спросить. Нет, ну, вы же знаете, это обычно выражается в чем-то. Вот приглашают куда-то. Кабанов, он киевский поэт, там они в фестивале проходят, он один... Я бываю на фестивалях. На Кабановском яме не был, вот сейчас был фестиваль Киевские лавры, я там не был. А вот я бываю на фестивале, который делает такой тоже замечательный поэт из Киева Андрей Грязов. Вот, Каштановый дом называется. Это он бывает где-то в августе, в сентябре, может быть, если в этом году он будет. Может быть, я туда и съезжу. Ну, вас и Дима Бурага приглашал, по-моему. Мне кажется, я как-то вас встречал. Ну, я знаю, но не помню. А куда он меня приглашал? Тоже фестиваль в Киеве, нет? Ну, может быть, и он приглашал. Не помню, меня приглашал, там еще был Юрий Каплан. Каплан, который меня приглашал, да, давно еще, 2003-й, по-моему, году. Да, это еще, у них очень много фестивалей какой-то. И вот вы, слушая их, вы находите, вот бывая на фестивалях, там же у них по 200 человек выступают во время фестиваля и больше. Вы находите там что-то родственное московскому духу или нет? Ну, там москвичи тоже выступают. Выступают. По-моему, вы там тоже были, кажется, там в России. Не, ну, они почти каждый год приглашали, да. Но я-то сам не вижу родственного между московской литературой и русской кистью. Ну, я об этом не задумывался. Не задумывался. Родственного, не родственного. Просто мне нравятся стихии или не нравятся? Вот в Киеве, по крайней мере, есть замечательные тоже авторы. Да, там, конечно, есть интересные писатели. Таня Айенова, Слава Рассыпаев, замечательный поэт. Володя Гудковский. Много очень интересных поэтов. Да, много интересных поэтов. Ну, может быть, вы что-то еще почитаете? Да, конечно, с удовольствием. Вот стихотворение, которое я посвятил своему другу, моему однокурснику Сергею Белоговцеву. Сергей Дмитриевич, он работает в Иваново, преподает математику. У министреля и министра, у атташе и алкаша Звенит, как нимб и как маниста, необъяснимая душа. Она летает и бушует, подобно плазме огню, И ощущает душу жулик и партгруппорг, и инженю. Крестьянин в сумрачном навозе, копаясь кончиками вилл, И за бойцом летит в обозе душа на паре легких крыл. Интеллигент страны советов, и соль земли, рабочий класс. Ужель идеализма ветошь душа гнездится тоже в вас? Ужели гид нематериальный вас вводит в радость и тоску? То, как джигит в сальто-мортале коня меняет на скаку. Знаете, вы сейчас вспомянули этого нематериального гида, но мне кажется, это один из характерных мотивов вашей поэзии. Вы во многих стихотворениях говорите о некоем отделении души от тела. И о их таком парафразе между собой. А, вот да, есть такое стихотворение. Не одно, у вас много стихотворений. Мне это кажется очень симптоматичным и очень интересным. Да. Это происходит часто в связи с какими-то серьезными переживаниями. Вот ваша серьезность переживания в жизни вызывает вот это представление. Ну, наверное, конечно, все это идет из жизни, конечно. Естественно, так сказать, сейчас где же он есть-то? Вот если бы на компьютере сейчас щелкнуло, сразу вошел поэт. Там тоже такое же, точно такое же меню, и точно так же нужно искать. Да, но там можно расположить по алфавиту, например, и все. А тут вот нет. Она у меня вот здесь вот была где-то ближе, в этой книжечке. У меня была еще одна книжечка, в 2006 году. Но она была очень давно, и, значит, ну, я фактически почти все включил в эту. Дублеры. 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 поступает закат в ваше веденье до восхода. Нимфу можете выбрать, а если не мёд, то музу, и плодить, соответственно, гимн, сиренаду, оду. Мне ведь тоже дано хоть в автобусе уединенье, или в кухне безмолвной один на один с ментаем. Что свобода, она одиночество или деньги? Нет ответа, поскольку мир необитаем. Дорогой Робинзон, позвольте представиться с вами, говорит одиночка к всему непричастным миру. Я витаю, как вы, в треугольном моём бегваме, собирая крушения, нетленные сувениры, простота воровства, звуковой набор деклараций, кособокую рифмой намазан сюжет на образ, и на клетчатый фон мне внесён мой стишок дурацкий, и какой Аполлон внушил мне его раздобрясь. А каков Аполлон, такова его эфтерпа, таковы иные друиды, дриады, духи. Мне бы только успеть проорать, не сбивая темпа, что-нибудь посмешнее из кромешной моей чернухи. Мне бы только покрыться пупырышками озноба. Мне бы в гавани спрятаться, не поднимая флагов. А лавровые веники пусть разбирают снобы на каких-нибудь их коллективных архипелагах. Но в конечном итоге мир совсем не таков. Видно, заняты боги обжиганием горшков. Видно, белое с красным, начиная от роз, поднимали напрасный, неназревший вопрос. Видно, довод невеский вел на брани погром, то шеломы, то фески, каски, шляпы с пером. В неподдельной тревоге вопрошаю богов. Расскажите мне, боги, мир зачем и каков? Ветер флаги колышет, красит солнце штыки. Только боги не слышат, обжигают горшки. Вот. Потом вот такое стихотворение, я его прочитаю здесь. Сейчас. Оно называется, потому что там были варианты. Черт, не найдешь прямо. А, вот она. Прямо на странице 35. Вот. Значит, называется «Отладка». С эпиграфами Закуджавы. Я люблю эпиграфы поставить. «Из грехов своей Родины вечной не сотворить бы кумиру себе. Когда я надену тапочки и дню подведу итог, мой дом обратится в капище, где витает в обоих бог, но не светлый, от века благостный, влюбленный в меня и в вас, а босс, безжалостный к слабостям, закованный в адидас. Прогрессивен божеский промысел, не кудесник, но программист. По последнему слову Кроноса оборудовал парадиз. Над клавиатурой скрючившись, диодами посветив, он выведет яркость ручками и выйдет в интерактив, но ничуть не запахнет жареным и почти не станет светлей, когда полыхнет скрижалями неопалимый дисплей. И рубя, как ракеткой погнутой, вверх и вправо, влево и вниз, Бог разделит на файлы комнату и загрузит на чистый диск. Он ведет отправленный радиус пространственной кривизны и засвищет сангвиник, радуясь, предвкушая конец возни. За квартилой квартал, республика, и вселенная вся легка, и хлопочет небесная публика под мотивчик из ХТК. Это значит, хорошо темперированный клавер Баха. Ты прости, прощай, коммуналочка, универсум родной, адью, демиург мановением пальчика, всю материю свел к нулю. Вот сейчас он натянет тапочки и дням подведет черту, и не жалко ему, не чуточки, вселенную нашу, ту. Юзер будущей генерации протестирует интерфейс крайским яблочком просто-напросто, игнорируя интерес. Сад и город разбил на секторы, и как будто, играя блиц, убегает от вивисекторов до ребра бы не добрались. Все в итоге опять по полочкам, мрак на нижний, на верхний свет, только нам в этом всем с иголочки, кроме ящика места нет. Что ж нас гонит дрожать над безднами, кейфовать потупись в надир из грехов мироздания бедного, сотворивших себе кумир. Вот такое стихотворение. Сбивание сосулек Спутав даты февраля и марта, глянув в безнадежное окно, ледяная выставка поп-арта, вернисаж, и все застыло. Но кто тепла неведомый спаситель, супротивник снегу и пурге? Это он, отважный небожитель, реет на оранжевой ноге посреди сосулек леденящих. Ждет его смертельная дуэль, и рискуя, что сыграет в ящик, он собьет застывшую копель. Он герой и будет, сам не зная, этим описанием знаменит. Он тебе за маленького Кая, тетка ледяная, отомстит. Он еще поборется с природой, ледорубом тоненьким своим. А вокруг лишь небо до свобода. Я не с ним, но я душою с ним. Если мне бы выпала судьбина позабыть магический кристалл и крушить бы лед, то я бы мимо этих строк и прочих просвистал, как коммунистический ударник, как высокородный суверен, мимо бы красот гуманитарных, мимо политических арен, мимо деда в стареньком треухе, ямбом поверяющего шаг, с ватками, фильтрующими звуки музыки в простуженных ушах. Но к окну приклеен, как к экрану, я туда не полечу в полет, где похмельный дворник с автокрана ржавым ломом скалывает лед. Несмотря на то, что вы много делаете эпиграфов, и не так уж и мало и посвящений, собственно говоря, но у вас есть такие приклички, которые вы не позиционируете, я не знаю, сознательно или бессознательно. Вот, например, у вас есть замечательный цикл стихов, который называется «Стихи жизни». Там есть просто перлы, их много, «Жизни грантов» — это безумно смешное стихотворение, но целиком всё вместе, значит, я когда читал это, я вдруг вспомнил школьную онтологию Бродского. Хотя внешне, вот по стилю и по всему, это совсем не похоже. Но у вас всё из жизни, но здесь вы позиционируете «Стихи жизни», как он спозиционировал школьную онтологию, где он как бы рассказал судьбы каких-то своих одноклассников. А здесь вы сделали тоже судьбы, но только не одноклассников, а вот каких-то, что ли, таких типичных для эпохи личности. Вы можете что-то почитать? Я могу почитать, да. Потому что просто очень интересные они. Вот, например, «Стихи жизни знаменитостей». Вот только вчера замечательная женщина из Житомира, Ирина Шахрай, Барт, прислала мне песню, которую она написала на эти стихи. «Стихи жизни знаменитостей». Знаменитость пошла к знаменитости в гости, Знаменитость надела приличный костюм, Знаменитость зубрила в автобусе тосты, Изнуряя забитый экспромтами ум, Знаменитости дверь знаменитость открыла, Знаменитость вошла к знаменитости в дом, Знаменитость сначала в трюму отразилась, А бокалы ее исказили потом, Знаменитость блестящую бросила фразу, Что в анналы войдет, тут сомнения нет, Знаменитость, ее оценившая сразу, Знаменитую шутку сказала в ответ, Знаменитости, глядя в цветной телевизор, Узнавали друг друга и были горды, Знаменитости выпили чай из сервиза, Знаменитый, фарфоровый, чистой воды, Уходя, знаменитость со знанием дела, Похвалила в прихожей старинный афорт, Знаменитость осталась одна, И доела заливное, горячее, зелень и торт. Это стихотворение, между прочим, было первое, Которое мне было напечатано в 87-м году В газете «Литературная Россия». Там был такой раздел под названием «Ревизор юмористический», И там им заведовал такой замечательный сатирик «Владимир Владин». Вот он мне там несколько раз печатал, Это стихотворение было первое. А вот это вот замечательное «Жизни японцев». И потом оно мне еще, собственно, Это мне и плавало идею, значит, придумывать И другие стихи из жизни того-другого. Почитайте еще. «Жизни японцев». Ну, несколько еще. «Я на медне, блуждая во мраке, И зубами стуча налегке, Опрокинул рюмашечку саке, Или, черт его знает, саке, Горстка риса, конечно, не грузди, Сам себе, говорю, не косей, И полез на сервант, как на фудзи, Понимая, что стал я сенсей, Я надел деревянную гету, Намотал на себя кимоно, Восходящее солнце». Поэту засветило, конечно, оно. Ну, покончил я с этой банкой. Чем запить церемонии чай, И нацелился в публику танкой. Это вроде санета. Бонзай! А вот из жизни юдофобов. Из жизни юдофобов тоже, Тоже был давно в Блюковне. «Жил я тихо, Никого не трогал, На меня в смятение поверг Мрачный факт Корнеев – это Коган, А Исламбердыев – Мандельберг. Я хоть не похож на дебошира, Сионистски разгоню дурман, Сидоров – по бабушке Шапира, А его борзая – доберман. Разогнался, и не остановишь, По асфальту склизкому пегас, Иванова – это Давидович, А Петров – я извиняюсь, Кац! Боже мой, В какие Палестины полетело все, Что я люблю! Оказался Блюнкин и Мустинов, Стал начепаренкой, Розенблюм. Не могу смолчать, Не похвалившись, Как всегда, Когда иду на рать. Я узнал, Что Кузькин – это лившиц, В документах указавший мать. Кузькин – мать твою, Не позабуду, Ибо показать ее резон, Всем, кто как бы наш, А сам Иуда, Ежели не Зак, Да Клиберзон. А вот жизнь сиониста прямо рядом. Это следующий, да, В паре идет. Жизнь сиониста. Да, вот интересно. Ваш кумир не наблюет уже на столик, То есть ужин не закончится скандалом, Ибо свят наш ритуал, Скажи, историк, Им отдали между глазом, Шандалом. Может, кто нас упрекнет, Мол, дело мокро, Я шандалом самолично и тому дам, Что ли зря, Великолепная семерка, Все кумекало в Сионе над Талмудом. Так что в ваших, почитай, Раз-два и нету, У последних он, Петля весь свистит на горле. Ну и что, По нашим планам вся планета Скоро станет, как Москва, Шестиугольно. Все идет согласно тайных протоколов, И крючочком не поступимся, Малейшим, Вот у нас и не случается проколов. Так что чао, господа, Шалом Алейхим. Вот, из жизни Брюдер Гримм Тоже, по-моему, интересно. И Грандов или... Брюдер Гримм, Абутер Гримм. Сказал брат Гримм Другому брату Гримму, Я, падла, из тебя всю душу вынул, И, сука, и буду в полицай, Я стукну, как не полицай. Гони от гонорара половину. Ему на это брат ответил, Якоб, Ты, брат Вильгельм, Досадно одинаков. Конечно, я не серый волк, Но автор-то народ, Даст фольк. Нет гонорара, Молвил он, заплакав. Но тут смягчился вдруг Суровый Вильли, Но год, сказал он, Яшка, Или, или... Одер Вергенцу тринкен бейр, Одер за шнапсом лёйфен вейр, Унд дан они драйбанкин раздавили. Вот, значит, про этих грандов, да. Про грандов, да. Да, тут я долго придумал фамилию, Как мне тут сказал, целая биография. Дон Бессильо Задрыгис, Интернациональный, Что, как злой сарацину извитого шпорой, Или самаритянка соблазнит мандрагорой, Или забывшего с пьяну пресвятую идею, В нечестивую веру обродят иудеи. Час отъезда подходит, Но с громадной бутылью Вдруг является рыцарь, Дон Свиньяга до вилья, Дон Свиньяга до гроба, Предан Донам бессилья. Вот они уже оба, Вместе с этой бутылью, Погоди, Дон, и пьянка, Пей свою валерьянку, Дон Задрыгис, пожалуй, Выйдет вон с позаранку, Он, в конце концов, весел, Он здоров и свободен, Но еще один вечер, Гроб потерпит Господень. Но в разгар вакханалье, Не прошедшие мимо, Входят в замок бессилья Два святых пилигрима, Они грозно взирают На напитки и яства, Взор потупил до вилья, Инфлюенция все ясна. И сказал из них старший, Значит, в землю святую В час ноль-ноль ты не отбыл, Я тебя арестую. Ты же не только подводишь Сам себя и обитель, Ты спасителя, может, Сим поступком обидел. А другой пилигрим Подытожил негромко, Стыды срам дезертиром Клирикального фронта, Марш на выход с вещами, Тут супруга вмешалась И спасла Дона Амбу, Упирая на жалость. Дон Пьянка сказала, Дорогие коллеги, Не катите на Дона Инфлюенцию телеги, Ибо Дон Инфлюенция И вот этот свиньяга Получили знаменье, Чтоб не делать ни шагу. Уже конь был оседлан, И супруг, беспокоясь, Самолично замкнули Мне для верности пояс. Но завыли собаки, И из ясной лазури Вдруг чьё-то сверкнуло, И грома громыхнули. Металлический флюгер Прям с крыши сорвался, И из воздуха Ангел злотокрылый Соткался. Тут вскричал Дон Давилья, Непотребные каи. Да это духа, Я думал, Это бочка такая. Это духа, не ангел, Он как бочка огромная. Поднял голову Амбо И заметил, не помню. Дона пьянка сказала, Флюгер сломан, и ладно. Ангел же оказался Духом Дона Сквернанда, И воскликнул свиньяга В кофе соус накапов. Мне покойник был должен, Восемнадцать дукатов. Значит, он теперь в духах, Как и в жизни повеса, Не отдал он мне, сука, Ни единого песа. Тут задрыгив свиньягу, Запустил табуретом, Мой прославленный пращур, Вами зло оклеветан, Я такого не помню, Хоть стоял с вами рядом. Пилигримы смотрели Подозрительным взглядом. Рвет задрыгив перчатку, Туговато надета, Дон свиньяга Вскрывает кабуру арбалета, Громко молится Богу Два святых пилигрима, Чтобы в ходе дуэли Попадали все мимо. Дона пьянка В испуге молча руки ломает, Но берет себя в руки, И дрожа продолжает. Дух как ступнет Об землю электрическим током, Так у нас три коровы До сих пор ходят боком, И теперь Дон бессилье Принимает лекарства, Чтоб не вылететь в суе В преисподнее царство. Дон задрыгис не слышит, Колет в воздух рапирой, Арбалетные стрелы В креслах делают дыры. Дон свиньяга давилья Сто из ста где-то выбил, И любезному другу Он готовит погибель. В это время и вправду Небо застили тучи, Засверкало с востока, Дону ветер могучий, Дона пьянка как взвизгнет, Что-то в сумочку спрятав. Боже, с неба упали Восемнадцать дукатов, И действительно деньги Показало в ладони. Тут оружие бросив, Призадумались Доны, Ужаснулись монахи, Зазвенела молитва, И бесславно закончилась Неуместная битва. А дукаты святые Пилигримом достались, Ведь не зря же молились, Не напрасно старались, И монахи сказали, Если так, то конечно, Неспроста эти штуки, Видно, кроется нечто. Им лекарства налили, И поесть дали тоже, Ведь лекарства, Оно же профилактика все же. И поев пилигримы, Двое суток молились, И постом очищались, И потом удалились. И ушел Дон Свиньяга, Этот доблестный рыцарь, Не забыв с Донной пьянкой, Пригалантно проститься. Пролетело три года, Удручающим мигом, Гроб господень, Как прежде, Под языческим мигом, На замок заперт замок, Пилигримы забыты, Дон и пьянка в запарке, То шитье, то корыто, Дон бессилье задрыгис, Инфлуенции амбо, Вечерами играет, На виола да гамба, Принимает лекарства, Пребывает в сомнении, То ли было знамение, То ли будет знамение. Оно как-то перекликается, У вас есть другого рода стихи, Которые так или иначе Связаны с языком. Их нельзя назвать так, Лингвистическими, Но вместе с тем, Это такие интересные сочинения, Вот глаголь, например, Стих твоим, Ну таких много вообще стихов, Не только глаголь, Где речь идет о том, Как говорят и почему так говорят. Давайте я его сейчас прочитаю. Над Европой давно и всегда закат, А у нас как бы ночь к утру, Я носитель великого языка В относительно малом рту. Этот рот, а я им плевал, курил, Целовал, кусался и врал, Перевел на буквы монах Кирилла, Мефодий врубил экран. Мне вложили кондовые ж, ч, щ, Ч, чтоб глаголил, шептал и ныл, Чтоб надежно и начисто Зачищал католическую латынь, Дали мне трекратно свистящее эс, Громовое вручили эр, Чтобы блюл государственный интерес Либеральных презрев химер. Есть для духа боль И для тела боль. Это с пряником, то с кнутом. Потому что вначале Была глаголь и петля, Слово потом. А вот глаголь, может быть, Непонятно нашим зрителям. Глаголь, это одно из значений Слова глаголь, это веселец. В связи с этим я хотел еще Прочитать, вот тут стишок тоже Такой, он здесь есть, Но здесь я его скорее найду. Хвала алфавиту называется, Тоже похожий. Из тех же самых тридцати трех, Как стих бы воспроизвести, Треп, и мне бы сказочку, И вам речь, А не покажется, роман, сжечь? Какая скука, лексикон, стен, Летите рукописи в сон, тлен, Летите ввысь в апофеоз, От, печатный лист, Тираж, заказ, код. Там томы, триптих, Прототип, троп, Но сдохни принтер, Ленотип, стоп, Перед порогом в нашу даль лет, Ни иероглифов, ни альф, бед. Гермес слетает с язычка, Текст, лечу, Даная, Тачика, Зевс, Баян на каторгу струны, Сев, как индикатор старины, Сед, греми симфония, Перун в стикс, Кирилл с Мефодием, Перо, кисть, Тревожный лидером, Но скор срок, Грузится лидером в набор строк, Стихотворение, Вина, чья, Бежит в волнение, От А к Я, Что вдохновение, В висках кровь, И тем не менее, Каскад строк. Да, но у вас не только такие, У вас есть даже доходящие до буквы, Вот А и Б, Может быть, вы это прочтете, Тоже очень интересное стихотворение, А потом вот то рядом, Но это уже другая совсем тема, Ваших стихов, Часто встречающаяся, Ну, а вот, Качусь про одной экипанье. А и Б, Это, ну, это перестроечного времени стихотворение, Но как бы с этим связано. Сказавший А, Сказать затеял Б, Он рот раскрыл, Он воздухом запасся, Сейчас он грянет, Скептики в толпе, И те затихли, Миг один остался, Как просто было А произносить, Решился, И зажмурился, И гаркнул, Ну, не скажи, А вышло бы на смарку, В какие дали мог бы угодить, Но Б трудней, Еще раз выдох, Вдох, Губа, Губы, Вот-вот уже коснется, И звук взрывной над миром понесется, Неслыханный в течение эпох, Безумное, Безудержное Б, Бумажный бум, Бубенчик обихода, Бей в барабан обещанной свободы, Бушуй бессменно в будущей судьбе, Сказавший Б изменится в лице, Изобразив произнесение звука. Что же будет дальше? В, А может, С, Пока не ясно, Вот какая штука. А это стихотворение, да, Тоже из этой же серии, Как бы не в смысле букв, А в смысле перестройки. Качусь по родной экибане, Кругом пермяки до мордва, Огнями вечерними манит, Меня Шереметьево два, Но в небо, А также по рельсам, Не гонит пока что нужда, Не нужен мне берег еврейский, Америка мне не нужна, Хоть страшно, А все же не настолько, Чтоб выдернуть паркину нить, Покуда гремит перестройка, А гласность вопит и пьянит, И что мне закон и суббота, Оклад и рабочая честь, Пока расцветает свобода, Пока вседозволенность есть. Вот вы знаете, очень любопытно, Вот здесь вы и гласность, И перестройку упомянули, А вот поэт 19 века, Курочкин, Знаменитый сатирик, Прекрасный приводчик Беранже, Он сейчас малоизвестный, Он тоже очень много писал Про гласность и перестройку Вот в то самое время. И Козьма Прутков тоже. И Козьма Прутков тоже писал Про гласность и перестройку. Как-то у нас все время Не меняются ориентиры, Все время целимся в гласность И хотим перестройки. Вот стихотворение музыка называется. Дело кажется швах, Лопнет кожица в швах барабана, Доу давит валтор, Но органом взревет клавикорт, И басовым ключом отомкнет Богинета охрана, И маэстро рванет из оркестра, И скроется черт, И сиятельный бах Развернет оскорбленные брови, И смахнет незаметно На лацкан скупую бемоль, И кровавый взорвется Аккорд у сопрано в утробе, Рухнет замертво мир, Поражен глухотой, Как бельмом, И умрут контрапункты, Навязшая в клавишах жвачка, Изумрудами охры Мазнет нас огня помело. Мы летим под уклон, Нас летальнен уклон перепачкал, И летает не клевый пришелец, А черт в НЛО. Вот он реет над нами, Флюидами праха пропитан, Мастер магии мрачной И злой виртуоз похорон. Выстрих фрачные фалды, Хвостом опрокинул пепитр, И летя улюлюкают В переносной какафон. Мы уплатим налог На молитвы и сладкие звуки. Диск жокей гагача Заколотит нам в лоб децибел, Вивисекция лебедя, Благо для гитик науки, Как сулил постулат, Он не сдох, пока не досипел. К пароксизму прогресса Поспели смертельные споры. С ними споры безумны, Они уже тут, на губах. В темноте вместо нас Расцветают рябые узоры, Сглазил черный маэстро И делал действительно швах. Вы знаете, у вас есть такие вещи, Которые прикликаются вообще С такими очень, что ли, Известными в XIX веке Темной литературы. Вот, например, Мордовцев, Не помню, Мордовцев, Но тут и Гумилевские Уже в XX веке сказали о том, Что где-то в одном из романов Была такая фраза, Что типа народ не жалко, Бабы еще нарожают. А вот у вас есть стихотворение, Вот здесь, на 105-й странице, Посмотрите, На 105-й. Которые, ну, практически... А, ну да, это было. Это старое стихотворение, Это было, я помню, По поводу этому стихотворению, Это когда этот самый Андропов Стал главой государства, Фактически. Да. И потом его выбрали сначала, Ну, там как-то выборы какие-то у них были. Да. Наверху идеологи, видные, Завершают и деть торжество, А народ, ровно девка, на выданье, Кто-то завтра потопчет его, Кто возьмет в рукавицы ежовые, Кто по жопе легонько легнет, Кто метлой разухавится новую, Той, которая чисто метет, И народ, ровно девка, потупился, И готов уже скинуть штаны. Не робей, идеолог, получится, Вновь в неволе размножимся мы. Правильно. Конечно. Вот стихотворение музей, Тоже такое. Музей с подзаголовком, Из архива бывшего плохого, А теперь хорошего поэта. Эпиграф из Самойлова. Заходите, пожалуйста. Это дом поэта. Есть такое замечательное состояние в Самойлова. Да, да, да. Мемориал еще закрыт, Пока что я живу. Пожалуйста, умерьте прыть, Не лапайте вдову. Еще ремонта не было, Из всех щелей сквозит, Нет подходящей мебели, На даче реквизит. В квартире грязь не убрана, Горяна огнем, И дерево не срублено Над знаменитым пнем, Тетрадки не отленованы Для рукописных нужд, В ней будет бред рифмованный, Который массам чужд. В спецхране не пылится, Крамольный экспонат, Убавьте скорбь на лицах, Ни мученик, ни свят. Сперва дождитесь акции, Чтоб я хотя бы сел, Пока прогнозы так себе, Завал подобных дел. Как сладко вам поплачутся В кругу мои родни, Когда, как всюду значится, За мной придут они, Сквозь смрадное дыхание Грядущих понятых, Мне судорога заранее Уродует под дых. Вот-вот все будет кончено, А вам пора бы знать, В чьей лапе перепончатый Музейная печать. Пока что не зевайте, Закупайте фемиан, Когда здесь побываете, Валяйте в филиал. Украши риф на филиал. Я потом хотел вас еще Отсредоточить к тому, К народу на сотой странице Секранина. Вначале про само слово народ. Знаете, Однажды один исследователь, Лингвист обратил мое внимание На то, что в других языках И в других культурах Не существует понятия народ. Народ это те, Кого нарожают. Они людей так не называют. Это как бы, Ну просто какое-то Совершенно великое название Для людей. Извлекое. Да. Просто обозначающее то, Что вот их родили и все. И вот то же самое население, В общем-то, То, что они здесь находятся. Типа населения, Но население употребляется Как бы в контексте Всяких статистических исследований, Ну не для того, Чтобы называть людей, Которые нам близки, Как бы, Ну что ли, Соотечественников. Вот так скажем. Народ для соотечественников Как-то достаточно плохо звучит. Стихотворение, Которое я хотел вас прочесть, Это «К хозяевам». К хозяевам, да. Ну это тоже старое, Тоже совсем старое. Это 83-й год. К хозяевам. Волки не мы, Нас давно приручили. Киньте нам палку, И мы понесем. Врежьте нам палкой, Чтоб лучше служили, Мы и не взвизгнем, Виляя хвостом. Нет никого нам, Дороже и ближе. Лейте по-моему, И мы выпьем заквас. Чем повернетесь к нам, То и полежем. Только и сдохнете, Взвоем по вас. Если же вас кто-нибудь Матом обложит, Мозрачим, Обнажая клыки, Дескать, хозяин, Не так еще может. Скажет, возьми, Разорвем на куски. Скажет, к ноге, Ну, опустим приклады. Скажет, тубо, Значит, все хорошо. Много не надо нам, Косточки рады. Ну и как ладу в червончике, Ша. Ну, действительно, Неплохо. Вот еще из этой же серии Стихотворение «Кофейный аромат», Посвященное Ольге Постниковой, Замечательной поэтессе, Мы с ней дружим. Вот к моей первой книжке Она написала предисловие. В первые годы После отмены кофе Я иногда по праздникам Нюхал банку, И вспоминал безразвратно Прошедшую юность, Активизируя носомоторную память. Но постепенно таял Кофейный запах. Юность казалась Чем дальше более пресной, Более трезвой, Легкой, как сновидение, И, наконец, Безуханная потерялась. Все это шутка. Кофе не пил я сроду, Банку стеклянную Расколотили дети, И никогда-никогда Молодым я не был, А с седой бородой Рожден пятидесятилетним. Я тогда носил бороду всюду. Да, знаете, вот, Чтобы перебить эту Очень печальную, Как мне кажется, Тему, Но правильную, Но вот есть такое У вас замечательное стихотворение, Это такое, что ли, Игра слов такая, В нем замечательная. Это вот на девяносто девятой странице Диалог прерываемый стук. А, да, Это есть такое, да. Можно? Не дня без строчки. Кто сказал? Портной. Не дня без точки. Ясно, что точильщик. Не дня без пачки. Может быть, курильщик? Нет, балерина. Как, а в выходной? Не дня без вышки. Мастер буровой. Палач, дурак. Не дня без почки. Фитопатолог, что ли? Нет, хирург из цито. В Мадере почки жарит он порой. Не дня без скачки. Нянька? Нет, матрос. А может, спец по правовым наукам? Стук. Кто там стучится? Тоже мне вопрос. Стукач, конечно, Чтобы не дня без стука. Вот еще такое стихотворение. Мои осьминоги. Жил бы от получки до получки. Все менял бы трешки на гроши. Но головологии моллюски Завелись в изверенных души. Две ноги по нашим меркам малость. Устоять не ни. И потому столько осьминогов Присосалось к радости, Страху и уму. Я листал бы вяло жизни книгу Мимо треволнений и тревог, Если бы не складывался в фигу Самый мой карманный осьминог. Да к тому ж, Они полны чернила, Брызжутся, То кляксы, То слова. И ихний слог недавно похвалила Лично каракатица сама. Только главный спрут любви и секса Весь под корку вкопан. Но не зря он уродец, В нем для крови сердце Вместо для чернила пузыря. Посреди собратьев говорливых Хитренький себе он на уме. Вот и я поэтому не лирик, Хоть большой любитель буриме. Знаете, вот в последнее время В нашей общественной среде И в литературной среде, Вообще в культурной среде, А также и на разных каналах, Информационных каналах, По телевидению, по радио, У нас много обсуждается тема Нарождающегося, Не то замирающего, Не то какого-то нашего местного национализма. И вот я своими глазами видел В день 23 февраля, В то время, когда-то Красная армия, Потом Советская армия, А теперь уже День защитника Родины. Я видел русского офицера, Который пьяный стоял на улице И орал Хайль Гитлер. Причем в форме. Это меня немного поразило, Хотя я думаю, что вот эти вот разговоры, И те явления националистического характера, Которые сейчас появляются, И которые неприемлемы для большого города, Современного, Но и не только, может быть, города, Но и села тоже самое, Они во многом настораживают И требуют возврата И переосмысленного того, Что уже происходило. Вот у вас есть такое стихотворение, 333-й, Вы не можете его прочесть? 96-я страница. Да, есть такое, да. Есть такое стихотворение, Это, ну, называется, 1933-й год. Может быть, прислое хоть что было, Потому что многие не знают, Что было в 1937-е годы. Ну, имеется в виду, значит, Германия и приход к власти фашистов, Поджог Рейхстага там. Да. Страна погибает, И чем мы прогневили Бога, Газеты полны описаний И фото поджога, Я в хронике видел преступника, Как его люббе, Глаза сумасшедшие, Как полицейский с ним груб был, Как жить теперь, рыбе, И мы не смертельным ли креном При новом рейхсканцере К новым придем переменам, Еще поджигатели, Хоть не из наших, спасибо, А то началось бы упреки, поклеп, Перегибы. Так и началось. К сожалению, в большом. Вот тут еще такое стихотворение, Значит, Ну, название нет, кажется. Посвященное Фаине Гринбергу. Это такая замечательная Современная писательница, Поэтесса, очень интересная. Она, значит, В частности, занимается Ну, балканскими странами. Да, исторические романы пишет. Исторические романы пишет. Вот, стихотворение такое. Когда пришел советом Глубокий, полный крах, Парацесс пошел, Возврат разных древних, Завидуя дворянам, Гуляющим в садах Из генеалогических деревьев, В моем роду, наверное, У пращера изъян В анкете Он стать пэрами не дал нам, Завидуя маркизам, Эсквайрам, Князьям, Графиням, Бранетам и Идальгам, Дворяне процветают, И как гербы растут, Последний герцог Герценам разбужен, Ах, стать бы мне бароном, Евреям ведь дают, Вон, Ротшиль, например, Меня не хуже. У каждого карета, Борзые рысаки, Цыганки, Апалеты, Лакеи, Усадьба на пригорке, В излучине реки, И с девками дворовыми Затеи. Как выберут в бароне, Заводу Моветон, И весь в Бомонде, В кайфе кофеина, Увижу в перспективе Награждение крестом, Болгарским, Как сказал Бафаина. Короче, Я согласен принять такую честь, Пусть префикс Д Мое украсит имя. А правда, Что бесплатный проезд Для баронесс, А запись где? На замок с крепостными. Я хотел прийти к другой теме. Знаете, Вот мы уже говорили о том, Что у вас многие темы Ваших стихов, Они перекликаются С девятнадцатым веком. И вот я нашел Такое стихотворение, Которое сильно перекликается. Я не знаю, Знаете ли вы стихотворение Бальмонта. Родился он в семье известной, Хотели первенца, Вот он. Не помню. Жена красивая, Ему счастливая, Дом чаша, Полные законы, И так далее. А, это вот правильный стихотворение. Вода, это сказка, да. Но это вот эпиграф не из Бальмонта. Нет, написано Ребенок в доме, Гость в доме, Ну, это как бы С историческими какими-то намеками. Да. В сущности, это не сказка, А Басенко. Правда, она без морали в конце. Леночка Глинская вышла за Васеньку, Стала ходить при кольце. Сам деловой был, Работал начальником, Так что супругам неплохо жилось. Вот и Ванюшка поспел уже маленький, В доме ребенок, что гость. Гостью положено самое лучшее, Сладости разных заморских, завал. Мальчик растет, Помыкает игрушками, Куклам носы оборвал, Кошку казнил, Не царапай царапинки, Столб повалил, Потому что силен. Старица маменька, Старица папенька, Станет начальничком он. Вот еще я хотел прочитать Вот такой стихотворение, Посвященный Дарду Шульману. Промечательный писатель. Сейчас вышли его три книжки сразу. Очень интересно, да. Мне сказал писатель Ша, Что вы, Саша, Жизнь ужасно хороша, Нынче наша. Не смотрите, что жилье, Что помойки, Будьте зеркалом ее, Перестройки. Не клеймите же ее, Матюгами отразите житие, Вамальгами покраснел я до ушей, От обиды, Что Илья какой Кощей, Недобитый, Илья какой Заил, Ювеналыч, И совсем я приуныл, Глядя на ночь. Ночь метался в простынях, Пил микстуру, А проснулся, Всю поняв конъюнктуру. Я-то думал, Все, хана, Время вдаль нам. Оказалось, ни хрена, Не летально. Добрый доктор полечил нам саркому, Ну и где теперь ключи от порткома. А руины, господа, До спецназа, Это ж просто ерунда, метастазы. Над кроватью приколал я картинку, Двуголовый триколор чешет крынку, Попирая сапогом серп и молот, Запивая самогон пепсиколой, Критикану крикуну, Ворву глаз я, Салтыкову щедрину фиг без масла, Я ему не корешок, черта в ступе, Буду только хорошо, Как о трупе. Да. Вы знаете, у вас довольно много стихов, Которые связаны с неким, Это вот у Саши тоже черного, Эта тема была, Связанных с музой. Ну да. Да, вот есть такое стихотворение, Уроки муза называется. И еще улет муза еще есть стихотворение. Улет, нет, Я это хотел бы прочитать, Это более как бы свежее стихотворение. Стихотворение не стареет. Уроки муза. Репетиторша муза, Все учит меня, Полиричней душу, Душу раскрой, Да пошире, Чтоб видели все, Что за рифм, Послушай, Ведь так рифмовать неприлично. Тут любимый, Вспомни в ее ненаглядной красе, Тут уместен пейзаж, Непременно с дорожкой лунной, Там обсценно приправь Нашу русскую удаль тоской, А в четвертой С трофенами кни, Что созданием юным Увлечен твой герой, Ровно сдвоенный гумберт какой, И корявый балбес, Неужели дождусь пересдачи, Наконец оправдаю, Унылый, безрадостный труд, И каникул мираж Промелькнет с роежкою с дачи, И седой академик Мне брезгая выставит уд, И с условной зачеткой Рвану в виртуальное небо, Там молчит ураган, И орудует ласковый бриз, Что земное теперь, Я все грезил небесного неба, Ну и вот она вечность, Трудую и усердию, Бриз. Это уже, я как бы перехожу К более последним стихам От недавнего времени. Да, 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 я еще и сочетаю. Это такой, как бы, Хендмейд, да? Да. То, что раньше называли Самоздатом. Ну да. Дорога прямая, И солнце блестит, И звезды горят На боку коньяка. Чего не расслышу? Пожалуйста, титр. А не разгляжу, Кто-нибудь да подскажет Этот сюжет разрабатывать лень, А хочется сжечь, Но глагол не из тех. Я, дама, пред вами Не встал бы с колен, Когда б за плечом Ни мехматдов из тех, Из тех, Из которых не выбрать, Не взять, Ни ту, что подругой, Ни ту, что сестрой. Я буду выискивать И вычислять Чудесный напиток Утроит настрой. Настроя я в лицах Различных един, То царь или бог, То истец и брюнет. Я то не спровергнут, То непобедим. Однако не червь, Потому что поэт. Мне что по этапу, Что по этажам, Что в лед, Что ползком, Что запеть, Что запить. Не важно, Позор Или славу стяжать, А важно, Что звезды, Что солнце блестит. Паук и муха. Человек-паук укусил, Человеку муху. Питательно впрыснул, Питательно впрыснул в кожу Залпом от жажды жадно, Дырявым горстком. Несут навек, Я бы сказал, Весьма трусливым. И вот Эльфонтен, Он написав очередную Союзную басену или сатиру, Которая прямо била не в бровь, А в глаз, Какому-нибудь сановнику, Или может быть даже Непосредственно первому лицу, Он тоже куда-нибудь скрывался, И отиживался там недель-две, Прежде чем пройдет первая волна гнева. И только после этого, Между прочим, То же самое проделывал И дедушка Крылов. Он тоже, Не знаю. После первого прочтения, Он куда-то исчезал, Для того, Чтобы первый гнев прошел. Скажите, Вот в советское время тут же, Вот все там, 83-й год, Начало перестройки, Еще Андропов там уже, Какие-то веяния. А вот в брежневское время, Ясно, Что это ничто не могло быть опубликовано. Вы, наверное, Это все прекрасно понимали, Но все-таки, Вы продолжали это писать. Ну, я как бы для себя писал. Ну, я понимаю. Типа. Как говорят теперь. Ну, все-таки читали же, да? Ну, читал. Знакомым. Да, знакомым читали. Могли передать ведь, да? Друзья. Друзья или знакомые. Не знаю. Да. Помните, Это Армянская радио спрашивает, Что такое сверхрабрость? Это когда, значит, Трое сидят, рассказывают политические анекдоты, Твердо знают, Что один из них стукали. Вот так вот, значит, Когда вы в те времена, Застои, Или как там еще его называют, Когда вы сочиняли свои Сатирические, А здесь есть, Представленные в книге, И того времени, Сектуральные, Причем очень острые, Или крайне острые, Вы как, боялись вообще или нет? Вы знаете, нет. Потому что у меня не было идей, Так сказать, Их как-то распространять, Честно говоря. И причем даже не потому, Я просто об этом не думал. Не потому, что я боялся, Не, я понимал, Что, в общем, если спросить нет, Будет, наверное, нехорошо. В общем, у меня не было таких идей. Я их писал, действительно, Для себя и для своего ближнего круга, Там, может, я показывал. Да, по-моему, Я многих даже не показывал никому, Просто сам писал. Да. Но ведь это же нужно иметь Очень большую любовь. Мне интересно, Интересно как-то сделать. Вот, когда я что-то сделаю, И мне, так сказать, Кажется, что получилось, То вот, мне это уже очень много. Нет, ну, конечно, интересно, Что у тебя еще и оценили. Но главное, что я сам знаю, Что сделано хорошо. А, то есть это вот, как бы, Признак такого хорошего Литературного труда? Ну, я не знаю. Но Вы же всю жизнь этим занимаетесь? Да, я всю жизнь. У меня с 7 лет, значит. Ну, плохие, конечно. Сюда этим интересовался. Ну, детские стихи. Но они детские. Это не значит, что они плохие. Вот я еще хотел прочитать. Вот такое стихи. Значит, я связан по работе Все время там с цифрами, с математикой, А значит, в свободное от работы время Занимаюсь вот стихами. Называется «Буквы и цифры». Как неверный супруг, Урка мафии, Или как агент ЦРУ, Я живу двойной биографией, И, наверное, так и умру. С утра развозящие цифры Повдрыск ледяной Москве Я ночами играю в игры с буквами А, Б, В. Вроде граней кубика Рубика, Но проворнее их кручу, И в скрипе мне слышится музыка, Одна из моих причуд. Может, бледная или резкая, А по мне как раз в аккурат За застиранной занавескую Бормочет всю ночь подряд. Но наступит число на грабельке В одной из пасмурных утр, И те циферки, как кораблики, В рублик сложены приплывут. В этой связке, рубики, рублики, Компоненты равно важны. Суммы, пусть будут кругленькие, Остальное любой длины, Приручившему стаю ангелов Зла добра не присесть в черту, Как атлет, увенчанный штангой Равновесия груза в чту. Может, циферки повесомее, Их ведь меньше на тот же вес, Но зато от них больше оскомина, А от буквок больше чудес. И пока эскалатор стонущий, Обживаемый мной в стояка, Репетирует рев чудовища, Я, подремывая слегка, Чудесами и пользой схваченной, Балансирую на тропе, Как отец перекрестной мафии Или ставленник КГБ. Очень интересно. Спасибо большое, Александр. На этой высокой ноте Ставленник КГБ, возможно, Мы закончим Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Мы заканчиваем сегодняшний эфир. Встречу с Александром Гволовиком, Замечательным сатириком и лириком. И желаем вам познакомиться с его книгой, Которая, к сожалению, вышла не очень большим тиражом. Вот договоримся о воздухе. Тысяча экземпляров всего. До свидания. До новых встреч. Ведущий в студии Юрий Проскряков. Всего хорошего. Спасибо.